Беседное толкование, второе послание к Коринфянам. У нас есть еще иное начальство, гораздо высшее начальство гражданского. Какое же? Начальство в церкви, о котором также упомянул Павел, сказав «Повинуйтесь наставникам вашим, ибо они и пекутся о душах ваших, как готовые дать отчет за вас. Это начальство настолько превосходнее гражданского, насколько небо выше земли, и даже гораздо более. И, во-первых, оно преимущественно имеет в виду не то, как наказать за соделанные грехи, но как не допускать грехов. Затем, если они совершены уже, то стараются не страждущего отлучить, но грехи уничтожить. Житейским занимается, но совсем немного, напротив, вся забота его о небесном. Наше же жительство на небесах, филиппийцам 3.20. И жизнь наша там, потому что, говорит, сокровенно со Христом в Боге. И награды наши там, и подвиги наши из-за тамошних венцов. Потому что эта жизнь наша не прекращается смертью, но тогда по смерти еще более просеевает. Вот почему имеющие это начальство обличены большей честью не только в сравнении с высшими начальниками, но и самими одетыми в геодемы, так как образуют людей в высшем и для высшего. Но не стремящиеся к начальству гражданскому, не ищущие духовного начальства, не смогут хорошо править, если не научатся прежде начальствовать над самим собою, как должно. И не будут во всей точности исполнять законы гражданские и духовные. Как начальство над многими бывает двоякое, так и начальство каждого над самим собою тоже двояко. Опять же, как выше показано, и здесь духовное начальство выше гражданского. Но можно видеть, что и некоторое искусство имеет вид начальства, особенно же земледельческое. Земледелец есть как бы начальник над растениями. Одни обрезывают и препятствуют им расти, за другими ухаживают и помогают их росту. Подобно как и искусственные начальники наказывают и отсекают людей злых и наносящих вред другим. А добрых и кротких возвышают. Потому и Писание уподобляет начальников виноградарям. Что в самом деле в том, если растения не издают звука, подобно тому, как и обижаемые в городах. Они самым видом своим свидетельствуют об обиде, когда увядают, будучи стеснены вредными травами. И как у людей порог наказывается законами, так и здесь с помощью земледельческого искусства исправляется и дурное качество земли, и грубость, и дикость растения. И все, что есть в нравах человеческих, ты найдешь и здесь. Грубость, нежность, робость, наглость, непостоянство. Одни из растений пышно разрастаются прежде времени и ко вреду соседних. Другие терпят недостаток и обиды, когда, например, или ограда разрастается во вред ближайшим к ней растениям. Или когда другие бесплодные дикие дерева, вытягиваясь в высоту, препятствуют росту находящихся под ними. И как начальники и цари имеют противников своей власти и врагов, так и земледелец терпит от набега зверей, от неблагоприятных перемен воздуха, от града, росы, ливней, засухи и тому подобное. Все же это бывает для того, чтобы ты всегда возлагал надежду свою на Бога. Другие искусства своим успехом обязаны, бывает, и старательности людей. На земледеле большую часть успеха имеет от воли Божией и зависит от нее почти всецело. Для Него нужны и дожди свыше, и надлежащая соразмерность времен года. И прежде всего нужен промысл Божий, потому что сеющий и поливающий ничто, но все Бог возвращающий. 1 Коринфянам 3,7 Как и у людей, бывает здесь и смерть, и жизнь, и болезни в природах, и рождение. Растения посекаются, приносят плод, умирают, и умершие опять начинают жить. Чем земля многообразна и ясно напоминает нам о воскресении. В самом деле, когда корень износит плод или семя отдает росток, не воскресение ли это? Если кто все это рассмотрит подробно, то увидит великий промысел и премудрость Божию, бодрствующее над этим начальством. Но я хотел вам сказать, что это начальство простирается на землю растения, А наше имеет в виду врачевание душ. И насколько велика разность между душою и растением. Настолько и начальство над душою превосходнее начальства над растениями. Начальники опять над земной жизнью настолько ниже начальников над жизнью духовной. Насколько лучше властвовать над вольными, нежели над невольными. Такое начальство совообразнее и с природой человеческой. В самом деле, там все делается по страху и по необходимости. А здесь по свободному произволению и по рассуждению. И не этим только духовное начальство высшегражданского, но и тем, что оно не просто есть начальство, но и отеческое, можно так сказать, власть. Потому что имеет и кротость отеческую, и действует больше убеждениями. Гражданский начальник говорит, «Если впадешь в пролюбодеяние, то наказан будешь смертью. А духовный угрожает величайшими наказаниями и за то, если посмотришь бесстыдными глазами». «Потому и достойно всякого уважения это судилище. Оно исправляет не только тело, но и душу. Аминь». «Аминь». «Аминь».